Прекрасно Здравствуйте, ребята! Меня сегодня попросили быть хозяйкой будильника. Мне сказали, вы любите сказки? Я говорю, ну конечно, я люблю сказки. Расскажите, говорят, какую-нибудь веселенькую-веселенькую сказку. Так, а вы что здесь делаете? Здравствуйте. Я ищу веселую сказку. Здравствуйте, ребята! Меня сегодня попросили быть хозяином будильника. И попросили найти для вас веселую сказку. А я никак не могу ее найти. А, ну так у нас с вами общее дело. Мы сейчас быстро справимся. Так, вот смотрите, красная шапочка. Жила-была девочка. Ну знаете, это очень невеселая и очень негуманная сказка. Там волк съел красную шапочку. Очень жалко эту девочку маленькую. Хорошо. Пушкин. Пушкин. Так. Три девицы под окном. Пряли поздно вечерком. Ну а потом что вы думали? Посадили молодую маму в бочку с ребенком. Забили эту бочку и бросили ее в океан. Ладно. Жили-были дед и баба. И была у них курочка рябая. Снесла курочка и яичко. Но яичко-то упало и разбилось. Здравствуйте, ребята. Доброго утра, хорошего дня и веселого вам настроения. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня сегодня пригласили быть хозяином будильника. Меня спросили, а вы любите сказки? Я сказал, конечно, люблю. Какую вам рассказать? Любую, но обязательно веселую. А что это вы смеетесь? Дело в том, что нас тоже пригласили сегодня быть хозяевами будильника. Так мы ни одной веселой сказки найти не можем. Какие-то все очень грустные. А это очень просто. Объясню. Берете книжку или еще лучше? Грампластинку. Закрываете глаза. Берете первую попавшуюся. Происшествие в стране мультипульти. Да вот уже само слово происшествие не обещает ничего веселого. Это уж как читать. Дело в том, что сказка становится веселой только когда ее рассказывают веселые люди. Берете первую попавшуюся. На коньках катаются леса. Где такие встречи, чудеса? Мульти, мульти, чудная страна Сколько дарит радости она Здесь такое можно увидеть Что ни в сказке создать Не беру описать Не беру описать Ну здравствуйте, мои дорогие Здравствуйте, мои милые Девочки-припевочки Мальчишки-кочерыжки Что, узнали меня? Правильно, это я Это я, ваша любимая бабушка Бабуленька Шапукляк Ну, как дела? Как учитесь? Хорошо? Вот и плохо Я не люблю тех, кто хорошо учится Мои любимчики, знаете кто? Самые примерные хулиганы Самые отличные двоечники Вот, с кого вам надо брать пример Ай, да я знаю, кто вам нравится Знаю, с кого вы берете пример Чаполина Карлсон Винни-Пух И вот этот самый главный-то мой враг Вот этот Чебурашка Со своим крокодилом Ой, тоже нашел товарища Одноморда чего стоит Ну ничего, ничего И я тоже не одна У меня Друзей полно Сейчас вы их услышите Субтитры действия ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот они, мои миленькие, мои тихонькие, мои разбойнички. Сейчас я им устрою проверку на храбрость. Эй, вы! Что у меня в руке? Крыса. А, Лариса. Держите ее! А-а-а! Вообще! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Да это ж не настоящая крыса. Моя Лариса сейчас в командировке охотится на кошек. А это игрушка из поролона. Вы хоть знаете, что такое поролон? Конечно. Ты даже балбес знает. Да поролон это, которого в Древнем Египте в гробницу клали. Так и называется. Гробница поролона. Швингс. Какой стыд! Какой стыд! Поролон спутать с фараоном. Вы хоть в школе-то учились? А как же? Вы четыре класса окончили. Да. Все вместе. А ну и видно, разве такие необразованные могут что-нибудь сделать? Вы даже со своими бременскими музыкантами и то справиться не можете. Ох, бабка, не напоминай нам о них. Во-первых, я вам не бабка, а гражданка Шапокляк. А во-вторых, только я знаю, как победить этих ваших музыкантов. Ох, держите меня, знает она. Какая-то шляпокрек. Не шляпокрек, а шляпоквок. Шляпа-рык. Молчать! Слушать меня! Я помогу вам поймать ваших музыкантов, а вы мне поможете расправиться с Чебурашкой и Крокодилом. Кто такие? Да вы что, не видели что ли фильмы с моим участием? Не, я только... Ну, погоди. Прекрасно. Это тоже наш человек. Кто? Волк. Надо его тоже позвать. Волк, волк. Помогите же мне! Волк! 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 по моему плану мы поймаем Чебурашку! Чебурашку! План у меня уже есть. Ты, бывалый, я залезешь вот в этот мешок, а когда к нему подойдет Чебурашка, то ты выскочишь и запихаешь в этот мешок его! А зачем Чебурашка подойдет к мешку? Ну это уже моя забота. За дело! Нечего скрываться, выходи сдобаться, вам теперь уж, братцы, не выйти никого! Из окна морского вытащат любой трус в волне, сбывалый волк, и тетя цепокляк! Ломать, кружить, и рвать на части! Вот это жизнь! Вот это счастье! Ломать, кружить, и рвать на части! Вот это жизнь! Вот это жизнь! Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Чебурашка! Кто меня звал? Чебурашка! Ой! Это я, бабушка, старая, глухая и немая. Немая? Да. А как же вы разговариваете? С большим трудом. А как же вы слышите? Еле-еле. А что вы делаете в лесу одна? Металлолом собираю. Металлолом? Да. А какой же в лесу металлолом? А крышки, банки, жестянки. Вот. Целый мешок насобирала. Такой тяжелый. Поднять не могу. Помоги мне, Чебурашка. С удовольствием. Давайте ваш мешок. Где ваш мешок? Вот. О, попался. Сейчас мы отдадим его волку на съедение. Давайте. А кто это? Чебурашка. Ну, это я знаю. А кто конкретно? Заяц, крокодил, баран, рыба, сосиска, кефир? Кто с чем его едят? Ну, Чебурашка, зверек неизвестной породы. Ешьте сами. Так, мы сейчас пойдем охотиться за остальными, а ты, волк, останешься сторожить. Ага. Только я на всякий случай полью эту поляну клеем БФ. А что это за клей? Ну, универсальный. Кто в него попадает, тот навеки прилипает. За подня. Молодец, догадался. Итак, в путь. Нечего скрываться, выходи сдаваться. Вам теперь, братцы, не уйти никак. Ни садона морского вытащат львова. Трус, балдец, бывалый волк, метет от шипокляк. Гена, я здесь, на помощь. Кричи, кричи, пока не охрипнешь. Скоро и Гена твой заплачет крокодиловыми слезами. Это неправда. Он вам всем покажет. Гена! Гена! Гена, на помощь! Привет, Гена! Ой, Карлсон, который живет на крыше. Точно! Это я, ваш дорогой Карлсончик. Только я сейчас не живу на крыше. Ее ремонтирую. Протекать стал. Карлсон, вы знаете? Знаю! Я все знаю, все знаю. Уже полчаса здесь кружу. Аж горючее кончилось. Ой, ой. Надо подсобравиться. Ну, у вас есть пирожные или торт? У меня только морковка. Ну, ты что? Ну, ты с ума сошел? К тебе прилетает лучший друг. А ты ему что предлагаешь? Морковку? Значит так. Шупокляк с разбойниками. Сватили чебурашку. Посадили в чулан. Дверь закрыта. На засов. Охрана. Один волк. Тогда бежим скорее спасать чебурашку. Не торопись. Не торопись. Если волк нас заметит, он поднимет тревогу, и разбойники начнут стрелять. Ведь у них есть оружие. А у тебя есть какое-нибудь оружие? У меня только зубы и хвост. Какое же оружие? Хвост. Разве из хвоста можно стрелять? Нет. С греча действовать нельзя, Гена. Надо посоветоваться с одним умным человеком, который поможет нам обмануть волка. А кто это? Заяц. Ну кто же лучше него знает волка? Кто здесь говорил про волка? Это пустяки. Я сейчас пойду и выручу чебурашку. Как пойдешь? Один волк тебя съест. Ничего. Я ведь не просто так пойду. Я замаскируюсь под волка. А голос? Он тебя по голосу узнает. И голос тоже изменю. Я научился. Заяц. Ты меня слышишь? Ну, Заяц. Ну, погоди. Похоже. А я все-таки волнуюсь. Ну. А вдруг волк догадается? Не бойся. Все будет хорошо. Когда рядом, друзья. Пусть поет нам ветер бетелей. Пусть нам солнце ласковое светит. Кто имеет на земле друзей, тот не зря живет на белом свете. Раз, два, горе не преда. Умывать не надо никогда. Выше носу, кто сдержит другой. Знай, что верный друг всегда с тобой. Кто на ветер не бросает слов, Кто в беде не дрогнет, тот и скука. Кто отдать последнее готов, Только тот достоин твой недруга. Раз, два, горе не беда. Улыбать не надо никогда. Выше нос и хвост держи другой. Знай, что верный друг всегда с тобой. Если надо, друг пройдет всегда. Через горы и лесные чащи. Вместе радость, вместе и беда. Вот закон у дружбы настоящей. Раз, два, горе не беда. Умывать не надо никогда. Выше нос и хвост держи другой. Знай, что верный друг всегда с тобой. Пара-пара-пара-пара-пара Раз, два, горы не беда Улыбать не надо никогда Выжив нас и хвост держи другой Знаешь, что верный брус всегда с тобой Молчит. Гордый, вот переломим всех ваших, и вся твоя гордость кончится. Рано радуйтесь. Рано радуйтесь. Мои друзья еще вам покажут. Это какие друзья? Крокодил, что ли? Ой, напугал. Ну, напугал. Поймаем твоего крокодила, я себе из него портфель сделаю. Портфель? Ударения вы не знаете. Я тебе сейчас такое ударение сделаю, по голове. Своих не узнаешь. Навлые все стали. С кого вы только пример берете? Наверное, с зайца. Ну, заяц. Только бы мне с ним встретиться. Привет, браток. Что это я? Стой! Кто идет? Кусать буду. Ты что? Своих не узнаешь? Это же я, волк. Это я, волк. А я брат твой, волк. Нет, у меня братьев. Я у мамы один. А я двоюродный. А что это у тебя уши такие странные? О, уши. А это я их отморозил. Отморозил. Ты понимаешь, шапку у меня с головы хулиган один содрал. Какой хулиган? Да. Заяц один. Заяц! Ага. Ну, заяц. Ну, погоди. Ну, погоди. Чеша. Мне кажется, он где-то здесь. Близко. Чую. Ну, ну, понюхай, воздух. Совсем рядом. Ах, сейчас я... Ой, не могу. Не могу. Охранять я должен этого чебурашку. А кто это? Да кто, не поймешь, кто. Гибрид. Помесь Бобика со свиньей. Ну, точно. Где-то рядом заяц. Ух, я бы его сейчас. Эх, ладно. Так и быть. У самого дел полно. Но ради брата родного... Давай урду. Давай вместо тебя я. Подежур. Вот спасибо. Я мигом. Раз и готово. Ушел. ТЕБРОД Чебурашка! Это я, заяц! Ты не заяц. Ты волк! Да ты что? Посмотри. Шобку сбрасываю. Маску снимаю. Ну, кто я? Заяц, миленький, какой ты смелый А чего бояться? Мы, зайцы, самый смелый народ в мире Пошли скорее, а то волк вернется Пошли Ой Что это? У меня ноги от земли не отрываются Ах, и у меня это же западня Мы с тобой в клей попали О, заяц! Ну теперь-то ты от меня не уйдешь Раз Что это? Что это? Неужели я тоже в клей попал? Ну вот чего я такой невезучий? Почему у волка должна быть собачья жизнь? Хищник облезлый, глупый, бесполезный Ха-ха-ха-ха Что за шум, а драки нет? Хо-хо, кого я вижу, гости дорогие! Бабуля, родная, долгожданная, чтоб ты сгорела! Цыц, мальчишка-щенок! Вот оставлю тебя в клее, пока совсем не засохнешь. Прости, бабуля, больше не буду. Так, где мой растворитель? О, вот он! Так-так-так-так-так-так! Так-так-так-так-так-так! Так-так-так-так! Вот и все, весь клей растворился! Эй, хватай их, сажай их! Пусть посидят в чулане и поскучают! Я сильных уважаю, а слабых обижаю! Но в целом мире нет, меня сильней не найдет! Я мощный, я суровый, физически здоровый! Я волчь, а это зрачик, царь зерей! Молодец, молодец, он как лет дерется! Лишь стань за ему, достается! Молодец, молодец, он как лет дерется! Лишь стань за ему, достается! Хоть пусть всего боится, и темноты, и шприца, Но я любого победить могу Кто смелый в всем честном народе Пусть на меня выходит Я от него возьму и убеду Молодец, молодец, можно и гордиться Всемиром одного не боимся Молодец, молодец, можно и гордиться Всемиром одного не боимся Считаю, что балбасы в науках не бельмеса Но сам балбас, кто это говорит Пусть болтает, я мудрый, я способный Талант во мне огромный Но мой талант лежит и крепко Молодец, молодец, он любом и красит Пятый год, все сидит в третьем классе Молодец, молодец, он любом и красит Пятый год, все сидит в третьем классе Я человек бывалый и повидал немало Науки я считаю ерундой все подряд Я книжек не читаю, кружки не посещаю Весь день я занимаюсь лишь едой Молодец, молодец, это парень Смотрит со скрытой и с боков Весь квадратный Молодец, молодец, он любит Смотрит со скрытой и с боков Весь квадратный Любим своим знакомым на улице и дома Веселенькую бакость учить или шкоду Облить воду подругу Подбросить крысу-другу Смотрит друзьям в варенье по словам Молодец, молодец, бабка заводилась Не дружись, как играть с крокодилом Молодец, молодец, бабка заводилась Не дружись, как играть с крокодилом Эй, ребят, чего приуныли? Рано еще огорчаться Переверните пластинку на другую сторону Может, все иначе обернется Это говорю вам я, Карлсон Который временно не живет на крыше Чтоб жилось на белом свете веселей Кто-то музыку придумал для людей И с тех пор один мурлычет сам себе А другой гостья не кранет на трубе Ну а мне всего дороже сам сахар И грустит, вселиться может он То, как зверь, он вдруг заводит, то, шутя Засмеется и заплачет, как дитя В мире лучше контрабаза не найти Хоть в автобус очень трудно снимать Но едва за струны тронешь этот бас Как у ноги, сразу ноги рвутся в пляс За собой ведет оркестр барабан Как ведет корабль в море капитан Чуть быстрее, веселее так держать Разрешаю всей команде отдыхать Все в оркестре инструменты нам нужны Но добавить по секрету мы должны Чтоб играли музыканты веселей Ты в односи вместе с нами дружно бей ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Браво, браво, браво! Ребята, кажется, это волк Какой же я волк! Разве у волка бывает ошейник? А? Нет, не бывает А у меня есть! Вот и выходит, что я не волк А самая настоящая собака Да? Аааа Интересная собака В темных очках Ммм Ну и что? А у меня порода такая Немецкая очкарка Аааа Представляете? Представляете? Рызкаю я по лесу и тут вижу страшную картину. Разбойники схватили зайца с чебурашкой, связали и бросили в чулан. Так вот в чем дело? Теперь понятно, зачем нас вызывали к себе Гена и Карлсон. И что теперь делать? У меня есть план. Давайте пока разбойники спят, заберемся в чулан, свяжем их, а наших друзей освободим. Правильно! Молодец, очкарка! Давай, веди нас скорее к чулану! Гав! 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 Вот он, этот чулан! Тише! Кладите инструменты, чтобы не мешали. И заходите, только тихо же. Все зашли? Все! Попались! Вот и сидите теперь в чулане, а ваши инструменты у меня. Ну и что? Дело не в инструментах. Музыка не в гитарах должна быть, и не в трубах, а в душе. Правильно, ребята. Ну, запевай! Все в оркестре инструменты нам нужны. Но добавить по секрету мы должны. Чтоб играли музыканты веселей. Ты в ладоши вместе с нами дружно, бей! Ишь, развеселились! Ничего, переломим их всех? Тогда они у нас по-другому запоют. Слушай мою команду! Начинаем решительную облаву на крокодилогену и вот этого, ну, как его, который... Мотоцикл? Нет, нет. Ну, который... Вентилятор? Нет! Да нет же! И он еще летает. А-а-а! Пылесос! Да нет! Говорю же, он еще на крыше живет. Пошка? Вспомнила! Карлсон! А-а-а! Вот кого нужно поймать! Так, кто знает, какие у него слабости? Ну, он сладкое любит. О! Правильно! У него пирожковая болезнь. А торт? Торт он любит? Любит! Любит! Кто же его не любит? Нет, кто же. Особенно с кремом. Прекрасно! Торт у меня есть! А-а-а! А-а-а! Вот он! А чтобы он его сразу заметил, мы сделаем на нем надпись кремом. Карлсону, который живет на крыше! На крыше! Готово! Готово! Ну, кто из вас не любит сладкого? Мы не любим! Не любим. Нет. Не любим. Особенно с кремом. Прекрасно! Тогда высадитесь в засаду. И как только Карлсон появится, хватайте его! А как же торт? Торт! Причем тут торт! Тартсон, хватайте и тащите в чулан! А-а-а... Завери задрожали, птицы убежали. Т-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра. А кто ж понесет торт? А, слушай, бывалый. Я что-то совсем не понимаю. Вот здесь написано. Карлсону, который живет на крыше. Ну, что-то мне эта крыша не нравится. Ты что сделал, а? Теперь получилось Карлсону, который живет на... На? Дают, бери. Что осталось? О, все правильно. Карлсону, который живет. А что правильно? И так ясно, что он живет. Если бы он не жил, зачем ему торт-то? Надо поправить. Вот, теперь правильно. Карлсону, который... Что, который? Непонятно. Сейчас будет понятно. Что осталось? Карлсону. О, вот, теперь все верно. Коротко и вкусно. Слушай, а почему Карлсону, а не Карлсон? Чудак, это ж дательный падеж. Кто ж ему даст? Правило такое, дательный падеж кому, чему. Кому? Карлсону? Ни за что! Кашу есть не стану, ненавижу творог, не люблю сметану. Дайте нам на завтрак баночку аренья, Чтоб живот ощущал удовлетворение. Пусть стану толстым я, как бочка, пусть дверь не буду проходить, Но шаркалок ванильный и молочный не перестанем мы любить. Говорю вам прямо и вполне серьезно, Нам нужны конфеты для работы мозга. Пусть даже зубы выпадают, пускай исчезнет аппетит, Но все же банку меда в чашку чая никто нам власть не запретит. Те, кто обладают пышною фигурой, Очень уважают джемы, конфитюры, пироги и торты. Есть до смерти будем, а бульон и пюре мы оставим людям. Пусть даже зубы выпадают, пускай исчезнет аппетит, Но все же банку меда в чашку чая никто нам власть не запретит. Не запретит. Балбес, посмотри, что там осталось. Крошки. Это очень хорошо. Вот на них-то он и попадется. Ну что, как дела? Где торт? Крошки. Он съел. Кто? Карлсон. А почему вы его не схватили? Он схватил торт и улетел. Да, да. Ну ничего, ничего. Далеко не улетит. Я ведь надпись на торте не обычным кремом сделала, а сапожным. Мама! 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 Стойте вы куда! Мама! В поликлинику! Да! Зачем? Сапоги чистить! Стойте, стойте! Я пошутила! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Гена, иди сюда, никого уже нет. Ну побыстрее. Ну что, ты ходишь, как мокрая курица? А что же я, по-твоему, прыгать должен, когда наши друзья сидят в чулане? Да ты не волнуйся, Карлсончик все придумал. Знаете, что нам поможет? Ребята. Какие ребята? Которые слушают эту пластинку. Постой. Что-то я не понимаю. Сейчас поймешь. Ребята, не буду долго объяснять, время не ждет. Скажите, вы умеете маршировать? Но только по моей команде. Ну-ка, приготовились? Раз, два, три. Раз, два. Нет. Нет, так не годится. Давайте погромче. А если мама с папой слушают эту пластинку, то пусть тоже помогают. Ну, шагом марш. Раз, два, три. Раз, два, три. Стой. Раз, два. Замечательно. А гудеть? Вы умеете, как реактивные самолеты? Ну-ка. Отлично! А рычать, как львы и тигры, можете? Прямо как в мире животных. Молодцы! Теперь все в порядке. А вы сидите тихо и ждите наших сигналов. Внимание, внимание! Гражданка Шипокляк и вся ее компания! Вы окружены со всех сторон! Со всех сторон! Сопротивление бесполезно! К лесу подходят отряды наших друзей! В небо взлетела эскадрилья реактивных самолетов! Под командованием Карлсона вечно! Слышите рев поторам? Это самолеты летят на бредящем полете и могут побрить вас наголо! А больше украдутся! Наши личные друзья! Вы идите! Вы слышите их рычание? Да-да-да! Я слышу! Слышу! А то деревья собрали и готовы спрыгнуть на вас огромные, огромные... Кто? Я сам не знаю кто! Огромные крылатые бегемоты! Оскарайтесь, пока не поздно! Стойте! Не стреляйте! Мы сдаемся! Шипокляк! Я! Откройте чулан! Сейчас, сейчас, сейчас! Я что-то не могу найти ключи! А мы можем помочь! Я сейчас приглашу группу дрессированных собак из щеек! А ну-ка, ребята! Нашла! Нашла! Гена, крокодильчик мой, спасибо тебе и тебе, Карлса Да при чем здесь мы? Ребят, благодарите Спасибо, ребята Спасибо, ребята Спасибо, ребята Спасибо, ребята Вам спасибо, ребята А ну разбойники по одному. Шагом марш! Мы сдаемся! Не надо, я тепло, я боюсь. Там холодно и страшно. Телевизора нету. Нет, даже не просите. Я самый неумолимый в мире Карлсон. Пусть посидят и поскучают. Правильно? Правильно. Да не совсем. Да. Если разбойники будут сидеть в чулане, то кого же мы будем обманывать в своем фильме? Правильно. Конечно. И шапоклях сажать не надо. Мы их все равно перехитрим. А если запереть волка, то над кем же мы все вместе будем смеяться? Согласен, друзья. Можно и не сажать их в чулан. Это не главное. Главное, что мы сегодня опять победили. Потому что за нас все ребята. И не только те, которые слушают нашу пластинку. А все-все, кто любит волшебную страну под названием... Мультипульти! 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 Всех друзей на праздник собирай Пусть герои мультиков опять Будут нас веселить Будут с нами грустить Будут с нами играть Пусть поет роман с цепи не у Пусть креет разбойника в беду С чем мурашкой дружит крокодил Зайцу волк кричит, ну погоди Пусть танцуются и крокодил И от злости плачет шапотля Пусть тирает газа в небеса Пусть повсюду будут чудеса Будут чудеса Пусть поет нам ветер веселей Пусть поет нам ветер веселей Кто имеет на земле друзей Тот не зря живет на белом свете Раз, два, горе не преда Умливать не надо никогда Выше носик, пол, держи трубой Знай, что верный друг всегда с тобой Кто на ветер не бросает слов Кто в беде не дрогнет от испуга Кто отдать последнее готов Только тот достоин свой недруга Раз, два, горе не беда Умливать не надо никогда Выше носик, пол, держи трубой Знай, что верный друг всегда с тобой Если надо, друг пройдет всегда Через горы и лесные чащи Вместе радость, вместе и беда Вот закону дружбы настоящей Раз, два, горе не преда Умливать не надо никогда Выше носик, пол, держи трубой Знай, что верный друг всегда с тобой Раз, два, горе не беда Умливать не надо никогда Выше носик, пол, держи трубой Знай, что верный друг всегда с тобой Знай, что верный друг всегда с тобой